огромное спасибо за поддержку на бусте здорово народ канал зеленый лук и мы продолжаем самую лучшую доставку нижнего новгорода обозревать это суши тайм и ее дочка не дочка ли еще одна отдельной компании никак не понимаю я мин чем давайте посмотрим на сайт насладимся как там удобно заказывать как там удобно все описано и перейдем уже к обзору и так погнали посмотрим на самый лучший сайт в мире пожалуйста суши тайм китайская лапша суши тайм доставка суши что у нас тут есть суши тайм японской кухни и китайской кухни минчан который мы сейчас как раз обозреваем всякие доставки где откуда везут и так далее вот такой замечательный сайт просто супер давайте сразу самым то что от чего я все больше бомблю вот мы заходим например мы решили заказать лапшу нам пишут цена 120 рублей и у здесь написано какие это просто прям вписать вписать там морепродукты и в корзину и в корзину добавляется просто лапша понятно что здесь записано на сумму то 120 рублей то есть не прибавляется морепродуктов мне потом по телефону говорят что там другая стоимость вообще вот да и просто вот видите это сайт я не знаю из 90-х годов как будто все понятно как будто даже что-то написано да и вес и цена и типа составчик какой-то но во-первых состав неполный это стопудово во вторых просто это выглядит уже не очень актуально и вот непонятно вот с лапшой просто как его заказывать самая большая такая беда и вообще непонятно чего по цене в итоге так и не знаю сколько стоит лапша и никогда теперь не узнаю вот потому что чек они тоже не дают не при чек не чек не книги никаких вообще просто вот с тебя столько-то денег переводом там переводе вот основное что я хотел показать это просто как выглядит и что по лапше вообще надо вписывать наполнение самому и когда ты добавляешь корзину там без разницы вписал ты не вписал он все равно 120 рублей красота неописуемая красота смотрим обзор две коробочки и пенсия они кстати теплые вообще нареканий по температуре никаких нету привезли хорошо упакованную и это замечательно и начнем с пирожков не интересны интереснее всего попробовать пирожки опять же сколько стоит сколько это весит я не знаю но вы видите на экране 311 грамм с упаковочкой и у нас смотрите какая кстати упаковка приятно да конечно себя запотела ну да и бог с ним но мне больше нравится чем дешевые вот эти боксики и у нас вот такие пирожки тесто как будто сырое на но на пару делается посмотрим что там подачинки ого-го-го-го она есть капуста и свинина но есть же есть люди защипа толще а так даже и тесто не слишком много пока вообще по кайфу лайкуши и пахнет ну капусты короче как будто еще специями какими-то не поигрались приятного аппетита давайте пробовать начинка есть она чувствуется чувствуется специи что использовались и добавлены поэтому пряные получается такая начинка капуста хорошо приготовлено мясо хорошо жуется конечно лучше наверно как мы привыкли до жареные печеные пирожки они на пару но по тесто тоже его немного она просто сдерживает и дополняет это все это отличное блюдо мне кажется и наезд вообще вот этими тремя штучками три пирожка с чайком до вольнуть вот это направление минчона мне больше нравится если коробочки еще будут адекватный то будет вообще замечательно пока очень неплохо даже хорошо переходим дальше и у нас следующая коробочка непонятно с чем можно конечно маркером подписывать но мы даже вот так вот когда открываем не понимаем с чем открываем дальше и понимаем что это у нас рис типа жареный рис с курицей 356 грамм коробочки не раскладываются давайте просто вилочкой черпанем посмотрим что тут ну вот во первых вот курочка есть похоже это на жареный рис мне кажется просто сваренный рис вареный но не жареный но смотрите начинка есть она прям попадается если бы они еще и курочку жители я бы вообще расстроился непонятно что там внизу будет она или нет но в крайнем случае овощички там внизу есть тоже есть наполнение надо пробовать не похоже на жареный рис мы будем надеяться что вкусно и так вот мы все прямо зачеркнули и погнали сладенько по мне это не жареный рис просто вареный замешанный с грибочками морковкой курочкой и каким-то сладеньким соусом причем не кисло-сладкий в него он просто ну какой-то у ноги соус вот только причем вкуса у ноги особо нет просто сладости остался ту ноги соуса не знаю сколько стоит но это самому не сложно сделать было бы желание дорис отварить там быстро это ну короче тут нет какой-то фишечки за которую ты хочешь это заказывать только если это недорого стоит и просто на работу поесть да ну как бы вот как вариант давайте посмотрим что у них с рисовой лапшой у нас рисовая лапша с морепродуктами что-то там даже есть 421 грамм я так и не понял сколько она стоит потому что у них там просто типа лапшу добавить это 120 рублей и типа там просто пишешь с морепродуктами и те потом но это вот плюс еще там 250 чем-то хотя 220 как будто на сайте короче вообще я не понял сколько она стоит но давайте посмотрим что там есть и так вот эту на сверху было было морепродукты и вот такая лапша так внутри тоже да он что-то попадается но они не не шибко много ли это даже овощи наверно да только что это вот это все мире продукты за там 220 250 рублей и умы смотреть как будто лапши много и она вся в соусе если соус вкусный то они тут еще какие-то кальмарчики чуть-чуть попадаются это чё это вот креветка представляете где они ее нашли то есть это да вот смотрите у них какие-то коктейльные креветки которые наверное уже там вареные замороженные учет вот короче еще мелочь какая-то там есть ладно какая толстая лапша я думаю она будет тоньше давайте попробуем лапшичку вот опять как тот раз сюда мы обозревали что у них почему-то невыразительный вкус и здесь тоже самым невыразительный вкус вот соус бы сделать прямо интересный такой яркий соус и был бы вот намного вкуснее а так просто не интересно кальмарчик это как пивных магазинах такой толстый кальмар продается просто не копченый вот такой кальмар невкусный кстати виде тоже быть о нигде не вкусный тоже прямо вообще сильно горчит очень неприятно а так тут больше особо но тасмин уже кстати есть щупалка отрезанная маленькая он жуется и у него вкус никакого не мне после мидии сейчас ничего не почувствую у меня горечь от мидии стоит вообще невозможно надо запить спасибо блюдо что ты была у нас до свидания даже водой запил и все равно горчит и портит мне вообще все настроение это как опять нормально началась ли тогда обзор когда на сушитая началась тква нормально вообще обычный жареный ролл он везде такой вот там вообще непонятно чего хочу напитки выводите жареный пирожок с рисом и тут тоже самое пирожок вот этот вот на пару мне понравился он реально вкусный и начинки то много интересно как будто вкус есть специи понимаете остальное все какой-то обезличенный жареный рис не жареный лапша тоже там там 257 рублей сколько там доплати я уже не помню по телефону просто сказали я сразу же забыл потому что сайте было 220 и тебе положат вот такую горсточку непонятно чего вообще не вкусных морепродуктов ладно бы они хоть мало но вкусные бы например положили там креветки нормально че это вот там эти креветки не просто их не видно потому что они настолько маленькие очень сильно горчащие мидия почти не вкусные мидии то есть самые дешевые какие-то отброс но остатки я не знаю не вот где-нибудь чистили и им продали я вообще не понимаю этот подход и даже соус просто никакого интересного вкуса в соусе нету не кисло-сладкий не какой-то там четыре китайских специй или там острый просто шри рачи намешайте будет намного вкуснее в конце меня прям вообще расстроило как опять все хорошо начиналось ну я надеюсь эпопея с этими доставками нас навсегда закончена больше мы их надеюсь никогда мы с ними не встретимся что то есть неплохое то есть даже ну особенно цена качество тут конечно в любом случае хромает потому что за такое качество вообще платить не хочется в основном но есть что то что даже соответствует да вот несколько позиций за все два обзора там два три две три позиции можно найти всем спасибо за то что смотрите канал подписывайтесь заходите в телегу там новые обзоры которые не будут нигде больше только в телеграме если интересно милости просим всем всего приятного пока